Привет и добро пожаловать на серию мастер-классов по ремонту и уходу за хроматическими губными гармошками Ходор. Урок С-05. Регулировка язычков. Изгиб язычков является важнейшим фактором, влияющим на звучание вашей гармоники. От него зависит то, как язычок будет реагировать на ваши действия при игре. Давайте поговорим об этом подробнее. Инструменты, которые понадобятся вам в этом уроке, это крючок и лезвие для поднятия язычков. Изгиб язычка образует щель между кончиком язычка и пластиной. И если язычок отрегулирован таким образом, что подобной щели не образуется, и язычок идет вровень с пластиной, тогда воздух не сможет пройти через слот и невозможно будет извлечь звук. Регулировка изгиба язычка – это то, что должен уметь делать каждый исполнитель на губной гармонике, потому что у всех существуют разные требования к тому, насколько громкое и яркое звучание они хотят получить. Поэтому этот вид настройки очень индивидуален. В целом, можно выделить два золотых правила при регулировке язычков. Во-первых, дистанция между кончиком язычка и пластиной с язычками приблизительно должна равняться толщине кончика язычка. Во-вторых, чем громче и ярче вы собираетесь играть, тем больше должен быть изгиб язычков. Регулировка язычков является одним из самых важных навыков. Таким же важным, как умение играть на инструменте. Потому что, как вы видите, невозможно настроить изгиб язычка так, чтобы он подходил для всех стилей игры, поэтому вам нужно будет найти то, что подходит именно для вас. Если язычок расположен слишком высоко, вы не сможете получить от него нормальный отклик. Вот как звучит язычок, отрегулированный подобным образом. Вы видите, сколько лишнего воздуха? Что можно сделать, чтобы исправить это? С помощью крючка мы проталкиваем язычок внутрь слота. Поскольку язычок пружинит, мы, по сути, возвращаем его в исходное положение. После того, как вы сделаете это несколько раз, вам нужно будет прозвонить язычок для того, чтобы он закрепился на этой позиции. Намного лучше. Очень важно помнить, что язычок, по сути, представляет собой пружину. Это означает, что его нужно сгибать до такой степени, пока он не вернется в свое изначальное состояние. В результате эффекта памяти формы, который наблюдается у металлов, часто происходит так, что язычок возвращается к такому положению, в котором он находился ранее. Поэтому язычок нужно разрабатывать. Лучше всего в данном случае помогает прозванивание язычка. Так язычок сможет найти новое положение. Поэтому даже если вы считаете, что язычок поднимается выше, чем нужно, прозвоните его несколько раз, и он закрепится в новом положении. Мы рекомендуем проделывать это несколько раз, каждый раз, когда вы работаете с язычками. Это единственный способ, при котором можно обеспечить язычку устойчивую позицию. Выполнять данную процедуру следует и при регулировке язычков, и при их настройке, и при любых других операциях с язычками. При регулировке очень важно оказывать давление только на кончик язычка. Если вы будете надавливать на язычок ближе к основанию, он может искривиться, а исправить получившуюся кривизну будет очень сложно. Также необходимо предотвращать ситуацию, при которой язычок будет проваливаться в слот, потому что это сделает его нечувствительным к воздействию. Кроме того, вытащить его обратно будет крайне сложно. Поэтому работайте только с кончиком язычка и убедитесь в том, что вы не продавливаете в слот его срединную часть. Как вы видите, язычок можно поднять довольно высоко, но когда вы отпустите его, он отскочит обратно благодаря своей способности пружинить. Поэтому иногда для исправления изгиба язычка вам придется оказать немного большее давление. Но будьте осторожны и не перестарайтесь. Теперь рассмотрим ситуацию, при которой язычок настроен слишком низко. При интенсивной громкой игре мы практически не получим никакого звучания. Если же играть более мягко, язычок будет звучать. В данном случае нужно немного увеличить изгиб язычка. С помощью лезвия для поднятия язычков вы поднимаете кончик язычка для того, чтобы усилить изгиб. И прозваниваете его, чтобы услышать, как он звучит. Если он настроен правильно, он будет нормально звучать и при высокой, и при низкой громкости. Сейчас Габи сыграет громко. Теперь тихо. Итак, язычок дает нормальный отклик в обоих случаях, то есть настроен правильно. Вообще, настройка изгиба язычка может производиться только на собранных инструментах. И лучше всего, если исполнитель выполняет данную процедуру самостоятельно. Ведь только вы знаете, каким образом вы хотите взять ту или иную ноту. Конечно, сложнее всего настраивать язычки, расположенные на внутренней стороне пластины, потому что добраться до них намного сложнее. Сейчас Габриэлла покажет вам, как это сделать. Вы вставляете крючок в слот, и через него поднимаете кончик внутреннего язычка. В ходе данной операции нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить виндсевер, находящийся рядом с язычком в том же слоте, потому что виндсевер находится внутри, и вы не можете его видеть. Итак, подобным способом мы можем уменьшить изгиб язычка, расположенного внутри пластины. А сейчас Габриэлла покажет вам, как усилить изгиб внутреннего язычка. Кончиком крючка она подлезает под виндсевер и толкает кончик язычка по направлению вниз. Поскольку прозвонить язычки, расположенные с внутренней стороны пластины, не представляется возможным, лучший способ проверить, правильно ли вы их настроили, это поиграть сначала громко, а затем тихо. Замечательно. Как вы видите, он прекрасно работает при любой громкости. Операция прошла успешно, и пациент жив и здоров. Перевод Натальи Нефёдова озвучил Александр Рогачёв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...